Добрый день, коллеги! Мы рады приветствовать вас на заключительном третьем вебинаре цикла использования интерактивных дисплеев NewLine в образовании. Мы с вами уже поговорили о базовом функционале интерактивной панели, то есть что можно делать в Android-части. Я надеюсь, что вы вдохновились уже программным запрещением NewLineLineGage, который вам Евдокия показывала в прошлый раз. Сегодня мы поговорим о дополнительных инструментах, которые могут быть вам полезны для работы в вашем классе. Они очень разные, мы будем здесь делиться самыми любимыми нашими сервисами. И основная наша задача какая? Это немножко просовершенство, развить свой подход в области использования интерактива, посмотреть, как по-другому мы можем проводить уроки и делать наши презентации более вовлекающими. Мы поговорим о возможных создания интерактивных упражнений с помощью шаблонов, прежде всего, и научимся проводить тестирование и опрос. Вот такое у нас сегодня было. Да. Главное, важный момент, что панели – это не средство отображения, точнее, это только средство отображения информации. И все, что вы хотите по содержанию внести в ваш урок, это программное обеспечение, которым мы как раз можем разнообразить и дополнить содержание урока. Сегодня мы будем в большей степени говорить об облачных сервисах работы. Они у нас разделены на три ключевые части. То есть это работа в едином пространстве, это работа по созданию интерактивных шаблонов, упражнений и закреплений и проведение тестов-опросов. Начнем по порядку. И первое – это совместная работа. Ну и в совместной работе мы, конечно же, хотим вам представить новинку. Это сервис, который вышел вот буквально в этом месяце и постоянно совершенствуется. Это сервис New Line Engage Cloud, который является частью программного обеспечения, семейства программного обеспечения New Line Engage и позволяет работать в едином пространстве белой доски и создавать интерактивные уроки не только в программном обеспечении, которое нужно установить на компьютер, но и используя браузерную версию без всяких дополнительных установок. Да, здесь важный момент. Он заключается в том, что это именно больше для совместной работы. То есть если в локальной версии New Line мы создавали некий там набор упражнений и закреплений для фронтальной работы, то есть когда мы вызываем ребят в доске и они выполняют такие задания вместе с нами, то здесь это концепция, что ребята работают на своих устройствах и подключаются. Ее можно использовать как в дистанционном обучении, так и в рамках работы по группам формально-смешанному обучению. То есть очень много вариантов. Она может запускаться, оно, да, для программного обеспечения, может запускаться как с Android функционала, то есть там есть отдельная кнопка теперь в приложении, которая называется New Line Engage, либо через браузер. Мы с вами как раз сегодня будем смотреть браузер. Да, все, конечно. Ну, все-таки в браузере, как вы понимаете, удобнее взаимодействовать и использовать программу. Итак, мы начинаем демонстрировать экран, демонстрируем вот этот наш экранчик. New Line Engage Cloud, то есть для того, чтобы попасть на эту страницу, вы можете в любом поисковике ввести фразу New Line Engage, и вы попадаете на эту страничку. Выглядит она вот следующим образом. Здесь вам вначале он будет настойчиво рекомендовать пройти инструктаж по тому, как пользоваться этим приложением, да, то есть какие панели инструментов есть. Вы можете либо согласиться на это прекрасное действие, либо пропустить на сейчас, либо вообще отказаться от этого. Значит, мы, а раз и такие, уже проходили этот путь, поэтому не один раз отказались. Значит, что здесь у нас есть? Но прежде всего мы попадаем вот в такую панель, работая с белой доской. Это белая доска учителя. Здесь так и подписана доска инструктора. Мы рекомендуем начинать с того, чтобы переименовывать доску, да, то есть у нас есть... Ну, нет, как удобнее. Так, какой. Ну, назовем ее наш вебинар, как угодно, да. То есть главное, чтобы учитель понимал... Сейчас клинические, ученические запись-то готовлю, очень-то, чтобы у вас... Вы потом разбирались, где у вас что находилось, потому что все они автоматически сохраняются в вашем облаке, и к ним легко можно в любой момент вернуться. Дальше. Для того, чтобы пригласить учеников работать с этой доской вместе, у вас здесь есть такая кнопочка «Пригласить». Да, она немножко не вылезает. У вас появляется, во-первых, QR-код для подключения, во-вторых, появляется ссылка и код. То есть, в принципе, если вы зайдете... Я сейчас продемонстрирую здесь на... То есть если просто в поисковике ввести New Line, Engage Cloud. У вас, во-первых, откроется стартовая страница, с которой можно будет зайти как учителя. Мы вам рекомендуем зарегистрироваться в системе, чтобы с ней комфортно работать. Также сразу скажу, что лучше регистрироваться не через учетную запись. Вот здесь вот называют... Вы как учитель нажимаете вот сюда, подключиться, да? Лучше регистрироваться не через учетную запись Google или Microsoft, а зарегистрировать прямо свой адрес. Вот он тут у нас уже автоматически вошел, что мы это не будем делать. И ученикам достаточно перейти на эту страницу и ввести вот этот Classroom код. То есть у них есть несколько вариантов. Они могут сосканировать QR-код, который здесь есть. У них есть вариант перейти на страничку, да? То есть вот здесь вот скопировать и перейти. И точно так же ввести вот этот код для того, чтобы войти на сайт. Ну, вы знаете, мы пробовали переходить по QR-коду. Тоже очень даже удобно. То есть ученику ничего не надо вводить. Он нажимает на ссылку, и он тут же переходит на стартовую страницу. Ну, единственное, что, конечно, мы рекомендуем вам использовать ваши персональные компьютеры или компьютерные классы, не использовать мобильные устройства для этих целей, потому что, ну, неудобно взаимодействовать на маленьком экранчике все-таки. Поэтому, да, здесь важный момент. Здесь вы видите подключенных учеников. То есть у нас сейчас подключились... Ну, у нас есть инструктор. Кстати, инструктор может себя сразу переименовать, да? То есть смотрите, тут есть два варианта опции. То есть первая опция – это когда вы единственный учитель, вторая опция, когда у вас есть, и вы видели эту кнопку, как преподаватель дополнительный, да? То есть пригласить второго преподавателя. Преподаватели могут взаимодействовать с доской со своей, ну, то есть с доской инструктора вместе одновременно. Ученики, они каждый работают на своей доске. Я могу еще раз показать, да? То есть когда мы подключаем учеников по ссылке, то у каждого ученика будет своя собственная эта доска. И когда мы работаем с этой доской, то у нас учительская доска не портится. То есть получается, что каждый раз, когда учитель создаёт страничку, это его личная копия, которая клонируется на все устройства учеников. Но при этом ученики, добавляя, работая с ней, будут работать со своим личным копиям. Нет, он опять употребляет. Даже в инкогнии. Не сбежать от этого чудесного устройства. Значит, да, если зашли, то навсегда еще раз показать. А, вот здесь наверху есть. Значит, смотрите, что здесь есть. Вот здесь у вас есть, во-первых, кнопочка, да? К сожалению, сразу отметим, что так как приложение совсем-совсем свежее, еще не все элементы переведены. Но хорошая новость в том, что мы уже отправили в Нюайн русскую версию всех этих элементов. И очень надеемся, что в ближайшее время она будет уже адаптированная. Как только это произойдет, мы сразу вам это напишем. То есть по умолчанию у нас дублируются элементы на учеников. Также вот здесь я могу... Вот сейчас наконец-то мы видим Вильдокию, Ирину. Всех как учеников. Слава богу. И здесь, смотрите, важная кнопка для нас, очень полезная. Следуйте за учительным. Если мы ее нажимаем, то как только я как учитель создаю новую страницу, все ученики автоматически тоже переходят на новую страницу. И теперь, если мы здесь... Давайте я тут напишу, что вот это вот учитель. Дальше я как Ирина здесь что-то напишу. Пошло у нас расстроение личности, да? Да. И вот здесь мы видим, что вот это моя доска учителя. Я уже на своей доске что-то написала, но при этом это не отображается на доске учителя. Если я нажму на управление досками... Ой, не туда нажала. Сейчас я буду задать, секундочку. Вид сетки. Простите, вот сюда. То здесь я увижу все подписи, которые... Точнее, все доски учеников. Вот видна доска педагога, вот доска Ирины, вот доска Евдокии. Сеноменальная предводительность, это 100% я сделала. Естественно, естественно. Вот. Я могу любую из этих досок вывести и посмотреть, или просто поработать с ней, то есть либо показать всему плацу, либо просто подключиться и взаимодействовать. Вы можете сохранять и все работы учеников, и все работы детей. То есть это вот первая страничка, я на нее посмотрела, теперь смотрю на вторую страницу. И вот я могу так смотреть, например, как справились со вторым заданием все ученики, да, и переключаться. Очень удобно, это быстро. Можно здесь сделать автоматический порядок, да, то есть чтобы в алфавитном порядке, чтобы все шли по порядку. Ну, у нас, в принципе, так и вышло. Вот. И вы, как учитель, можете делать тоже пометки, и они будут отображаться на доске ученика. То есть если вы находитесь на доске ученика, то это будет также видно. Что здесь есть? Есть очень большое количество настройок. Сразу скажу, что функционал, у него английский кулал на самом деле великий, феноменальный, да, то есть перспектива у этого приложения, оно может фактически все, да. Другое дело, что, конечно, нужно поработать в плане, попривыкать к интерфейсу, оно не совсем стандартное. Значит, здесь есть несколько инструментов. Слева у нас инструменты рисования, то есть это, по сути, те инструменты, с которыми мы работаем с доской. Есть инструмент написания текста, ластик, понятно, возможность загружать материалы с вашего компьютера. Какие-то простые инструменты, ну, в плане, там, бесконечное клонирование, таблицы создавать и так далее. Выделение, перемещение по самому слайду, выделение нескольких объектов и так далее. Далее, если вы выбираете, например, инструмент рисования, у вас вот здесь отображаются дополнительные настройки этого инструмента. То есть его толщина, вид линии, то есть пунктир, не пунктир, маркер, в смысле, полупрозрачный или нет. Если это текст, то можно менять его размер. Если это ручка, то можно менять толщину пера. Здесь же можно менять непрозрачность. Это гарнитур, которая у вас используется для написания. Не все поддерживают русский текст в нормальном виде, да, то есть он может немножко подменяться на умолчание, которое есть. И очень удобная здесь есть функция, например, поднятие руки, то есть каждый ученик при поднятии руки может выбрать несколько опций. То есть закончил, у него есть вопрос, или, например, он просит замедлиться. И вот мы здесь видим, что Ильдокия закончила, у нее такое отобразилось, а Ирина просит чуть помедленнее, да, расскажет. Вот. Здесь мы можем почистить все, да, то есть чтобы это все страниц. Вот. Дальше здесь у учителя есть еще возможность добавить таймер класса, то есть у нас, например, может быть таймер на... ну, для всех одинаково в одно время стартует, либо для каждого ученика, когда он перейдет на эту страницу. Вот. Это можно также настроить, либо блокировать доски, либо просто обозначать, что время истекло. То есть разные варианты есть. Что еще мы можем тут делать? Кроме вот этих инструментов здесь, да, настроек их тут, во-первых, вы можете сократить количество. То есть, например, не давать детям вот так вот, так много настроек. Для этого у нас есть вот эта кнопка настройки. В ней вообще безумное количество вариантов настроек. Сразу полезная функция здесь, рекомендую ее включить, это установить язык для детей, да, то есть по умолчанию детей будет английский язык. Если вы здесь выбрали у себя другой отличник английского и нажали галочку... Французский, например. Да, то у детей будет тот язык, который вы выбрали. И вот здесь в больших деталях, да, есть кнопки, которые мы рекомендуем не использовать никогда, они по умолчанию включены. Хорошо. Вот. Это показывать... А, наверное, они все-таки вот здесь. Да, вот эти две кнопки. Студенты видят простые инструменты, студенты видят очень простые инструменты. Вот их рекомендуем не применять, потому что тогда у ребят вообще очень мало возможностей. То есть у них там буквально только вот рисовать текст есть, и нет никакого варианта выбора цвета, пера, прозрачности и так далее. Может, на первых парах и неплохо. Да. В зависимости от цены и задачи. В целом, да, но просто рекомендуем дать детям чуть больше возможностей и хотя бы, ну, цвета менять полезно. Вот. Ну, и сами вы будете пугаться из-за того, что, например, у вас расширенное меню, а у детей нет, и вы их просите поменять или облетите все красным цветом. Они говорят, да, а у меня только черным. Вот. Ну, тут много, в общем, настроек. Можно настраивать инструменты, которые полезны детям, но мы не будем сейчас на этом останавливаться. Главное, не забываем потом нажимать «Сохранить». Так. Что еще? Предлагаю перейти к виджетам. Думаешь? Не знаю. А может, начало голосования? Хорошо. Ну, раз мы поверху так пошли. Вот. Интересно. Вот здесь, смотрите, есть еще одна важная штука. То, что мы с вами посмотрели. Это вот здесь удобно, да, открыть классный доск, чтобы быстро переключаться. Сейчас создадим новый слайд. Замечу, что мы сейчас находимся в моей странице, что, может быть, с опросом. Да, спасибо. Так. Да, можно отказаться от слежения с учителем. Сейчас все закроем. Вот здесь, смотрите, да, Евдокия обратила внимание, что мы на доске студента. Возвращаемся к доске учителя. Это для удобства и чтобы быть уверенным, что все ученики получат этот вопрос. Нужно сделать. Мы переключаемся на доску инструктора. И дальше создаем опрос. Значит, нажимаем на. Рядом с иконками участников. И, как вы видите, здесь есть новый опрос. Юпул. Да, здесь вы можете выбрать, кому вы хотите этот вопрос отправить. Может быть, Ирина бездействует, сидит, слушает на занятии и никак не активничает. Сейчас мы и раз опрос отправим. Да. Дальше, смотрите, здесь важно, в каком формате вводится опрос. Вам нужно ввести текст вопроса, поставить знак «вопрос» и дальше варианты ответа перечислить через запятую. 2 плюс 2. Прямо так, да? Да. В данном случае содержание каждый сможет добавить себе самостоятельно, в зависимости от предмета. Нам же главное показать саму механику, как этот опрос добавляется. Да. И добавили варианты ответа через запятую. Нажали «Отправить». Значит, после того, как вы это сделали, у вас у каждого ученика появляется такое меню с кнопками. И мы голосуем. Вот я таки проголосовала. Арина проголосовала. И вы можете посмотреть варианты ответа. То есть мы здесь видим, кто как ответил на этот вопрос. Можем загрузить это все в таблицу Excel и получить результат. На самом деле, действительно, очень простой и быстрый способ. Ввели вопрос, ввели вариант ответа, все сработало. Ну, и даже с этой таблицей можно много чего делать. Во-первых, соединять все вопросы в одном Excel-ском документе, потом его просто анализировать, добавить какую-то формулу и вычислить, сколько человек в итоге получает, какой оценок. За полгода, например, мучений. Так, это с опросами мы посмотрели. Это, конечно, сейчас сделано. Вот. А далее, что мы можем сделать? У нас вот здесь есть еще одно меню, как видите. Меню. Больше меню. Значит, первое. Это галерея. В галерее есть огромное количество различных элементов под тематикой. Да, то есть, например, там электрические цепи. Вот это вот для схем вообще, мне кажется, огонь, потому что я помню, как я мучилась и эти цепи рисовала очень долго. То есть, картинки, на самом деле, достаточно хорошего качества, то есть, вот их можно быстро добавлять на ваш слайд, соединять между собой. Далее, там, это могут быть... Игра. Какие-то... Игра. Например, элементы шахмат или элементы... Вы добавили поле с игрой, с фоном игры, да? Да, ребята взяли каждый себе по иконочке и, там, бросая тот же кубик, передвигаются по полю, а вы им задаете вопрос. При этом такую игру сделать буквально в три клика можно, да? То есть, вы вот здесь поменяли фон на фон, нужный вам, да? Аплоуд загрузили, но у нас просто здесь нету сейчас элементов, а по умолчанию нам ничего не подходит, да? Вот, вы можете... Вот, потом вы добавили вот здесь в играх фишки для игроков каждому и добавили тут же в виджетах кубик. Вау! И все, у вас получилась игра очень быстро. Вот она, суперигральная кость. Значит, что еще можно сделать? Если вам нравится или вы часто используете какие-то элементы из галереи, да, то есть, например, вы ведете на них погоды, и вам удобно, чтобы все нужные элементы были рядышком вместе где-то, да, вы можете добавлять их в избранное, и тогда они у вас будут все отображаться. Во-первых, они в этой папке будут выше, чем все остальные, которые вы добавили. Во-вторых, у вас будет папка «Favorites», где эти элементы добавили. Ну, и также здесь есть прикольный инструмент, связанный с виджетом. Что здесь есть? Здесь есть классные игровые элементы, да, как игральные кости, или, например, спиннер с, ну, то есть, ЕЛА с именами студентов. То есть, все ученики, которые подключились, даже педагог участвует в этой игре. Обалдеть! Вы можете нажать «вращать», и кому выпадет, тот идет отвечать. Вот ее дайте. Нет, вращайся, вращайся. О! Ну, это тоже я. Да. То есть, у меня шансов не поучаствовать. Вот, здесь можно синхронизировать, можно менять цвета каждого, да, то есть, это все тоже можно настроить. Но это мы будем участвовать. Потом, что еще у нас здесь из идей? Указатель змея, указатель змея. Да, веселая штучка – это подсветка элементов, да, то есть, вы можете двигать вот так вот ползунок, можно так делать, это разминку для глаз. О! Да, восьмерочкой, восьмерочкой следить за змеей. Вот. Ну, во всяком случае, это весон. Да, значит, ну, можем показать опросы? Давай. Сейчас вот еще такие, где полегче, да, начнем с этого. Во-первых, можно еще делать затенение экрана, да, то есть, например, какую-то часть вот так вот прикрыть, а потом шторку отодвигать. Вот, здесь есть такой же абак, да, для счет, ну, счеты, вы можете точно тоже так же использовать, например, для урока информатики, математики. Так, идем дальше. Да, все удаляется. Да. Что классного здесь? Тут есть один очень удобный инструмент, точнее, полезный инструмент, который называется Factory Tile, да? Да, да. Да. Значит, нажимаем на него. Значит, здесь не совсем... Типа завод по производству интерактива. Да. Значит, что здесь есть? Первый здесь есть элемент, мы с него начнем, это угадывание слова. Значит, здесь мы вводим какое-то слово, ну, например, интерактив. Большое такое слово. А ты можешь в чат кинуть... Какой чат? Я... А, да. Общий. Значит, дальше вы вводите... Сколько будет у вас жизни. Жизни обозначается здесь медведями. Вот. Эти медведи, ну, то есть вы можете выбрать разное количество, да, сколько у вас будет. И далее вам нужно ввести алфавит. Алфавит, смотрите, можно перечислять через точку с запятой буквы, точнее, через запятую буквы, а через точку с запятой цвет буквы, если вы хотите их поменять. Вот сейчас и такие я бросила, да, в чат этот текст. Я вот сейчас отсюда скопирую. Ой-ой-ой-ой. Просто, чтобы быстрее было. Супер. Оп. Вот. Единственное, что цвета надо указывать по-английски. И у нас получается вот такое. Только у нас ещё и английский алфавит сохранился. Ой, какая ты, да. И русский алфавит сохранился. Поэтому ничего не влезло. Сейчас. Оп. Тут есть некоторая опасность. Заключается в том, что её надо сначала удалить. Нет. Сначала удалить алфавит. Вот. А потом добавить. Угу. 5G с ней больше. Больше. Там интерактив. О, какое словище. А ещё надо выделить буквки, которые пропадут в нашем интерактиве. Для этого эту буквку мы ставим в кавычки. Они так все пропадут. Тогда мы не даём людям шансы вообще, в принципе, отгадать, что это. Ну, такая у вас жизнь. Окей. Ну, мы поняли, да. Вот. И когда вы нажимаете на ту или иную букву... То есть хорошо, что у вас не три жизни. Вот. Видите, вот медвежонок. Он уходит. Сейчас я так пока не сделаю. Так, тихо-пилок. Ну, вот там можно изменять лупы. Делает шаг меньше. Ещё можем нажать go to top. Тогда он вернёт нас обратно. Вот. Ну, и тут мы, например, нажимаем вот буква D. Нету тоже. И у нас, смотрите, медведь... О-о-о-о-о-о-о-о. Убежал. Ужас какой. Да. Чуть-чуть поменьше сделать. Чтобы у нас вылазили и медведи буквы. Значит, ну, угадаем слово. Там прекрасный фейерверк в конце. То есть нам нужен фейерверк. Конечно. И... Т... Да... К... А... Возможно, опечатались. Теперь у нас остаётся совсем мало жизней, чтобы... Ветерокти. Чего у нас рядом с... П? Не, ну... Ну, вот. Салюта не будет. Да, салюта не будет. Так. Интересно, в чём это произошло. Запись потом можно пересмотреть. Да. Но, в целом... История... Понятная, я думаю, да. Можно... Ну, если слово покороче, как вы видели, оно бы лучше влезло. То есть это лучше бы сработало. Точно так же можно делать карточки с переворотами. И здесь же можно делать более сложные формы с опросами. Значит, здесь смотрите, что у нас есть. Вы можете делать либо вопросы с выбором одного варианта ответа, либо вопросы с вводом текста в качестве варианта ответа, либо вопросы с выбором нескольких вариантов. Для этого вам надо помечать объекты, которые вы сейчас описываете. По метке производят следующие. Текстовая метка отмечается буквой L. Буквой C английская отмечается флажок, то есть возможность выбрать несколько вариантов ответа. Переключателем, то есть когда только один вариант, помечается буква R. А ввод своего варианта ответа буковкой T. И такие, если у меня что-то еще больше всего. Вот, например, простой вопрос. Когда у нас вопрос? И четыре варианта ответа. Вот вводим. Создать. И у нас вот здесь появляются вот такие опросы. Значит, у учеников каждого есть такой опрос. Единственное, что я отключила дубликат, да, то есть ученики сейчас видят не то же самое. На седьмой страничке. Вот, я могу выбрать вариант, например, и отправить. И после того, как мы выбрали, мы смотрим результаты, и мы видим, как ответили наши ученики. Здесь мы видим варианты ответа, мы можем показать именно студентов. Вот, можем поделиться результатами. Можем скачать. Ну да, наиболее удобно это скачать. В Excel и так далее. Если, например, вам нужно больше вариантов ответа, да, то есть мы сейчас перейдем здесь, я еще раз создам эту форму. То есть вот здесь, например, какой-нибудь опрос, да, с вариантами ответа. Как-нибудь надо собраться. Точка с запятой. Дальше. Вот здесь, видите, пример есть. Что лучше всего пить, да, то есть во время еды, например. Ну, или какие-то подобные. Нет, какая существует полезная еда. Или выберите полезную еду. И перечислим разные варианты. Ну, человеку нужно будет выбрать несколько вариантов полезной еду. Так, дальше мы вводим варианты. Так как это несколько вариантов, то нам удобнее использовать здесь не радиокнопки, да, то есть переключатель один вариант, как мы делали в прошлый раз, а кнопочки вот такие, да, то есть checkbox, галочки. Значит, бургер. Ох, сейчас я с фантазией у меня большая. Секундочку, я это циккирую, чтобы не переключаться между языками каждый раз. Так. Среди рей. Картошка фри. Вот, просто картошка. Томат. Мне кажется, все, надо остановиться. И вот дальше вы можете написать, ввести свой вариант ответа. И для этого нам нужно уже другую буковку использовать. Это буква T. Итак, мы видим, что у нас появилась уже другая форма. Можно выбрать несколько вариантов ответа. Можно ввести свой вариант ответа. Отправить и посмотреть результат. То есть, ну, а дальше, в принципе, он уже будет точно такой же, как в предыдущем. То есть, таким образом, на самом деле, вы можете действительно быстро создавать пространство для совместной работы, где просто работать все вместе. Например, в общей доске можно создать общую доску для силу бакуаса, где работать сообща. Можно загружать сюда и смотреть все свои уроки или странички, которые вы создавали. Можно быстро управлять досками учеников, да, в режиме сетки. И также переключаться между всеми сохраненными своими досками. Кроме того, вы можете нажать и скачать и поделиться. И, например, скачать в формате PDF все то, что вы сделали, и прикрепить в электронный журнал свой. Ну, в общем, на самом деле, понятно, что приложение, оно как бы будет дорабатываться, будет улучшаться и модернизироваться, но уже сейчас есть достаточно обширный функционал для совместной работы, да, который нам нужен. Поэтому рекомендуем на него также обратить внимание. Тем более, что он будет работать у вас и из Android-панели вашей. Вот такой New Line Engage. Более подробную информацию с инструкцией будет попозже высвана вам, когда появится полностью русифицированная версия. Сейчас там вот есть вот эти нюансы, которые могут немножко пугать, да, в плане перевода. Но в целом, я думаю, что вы оценили, что функционал достаточно обширен. Да, ну мы еще, кроме New Line Engage, хотели показать несколько сервисов. Это, в первую очередь, сервис Miro и Whiteboard, которые, в принципе, уже давно разработаны, давно имеют большую популярность, и не просто так. Например, приложение Miro, хотя оно на английском языке, здесь достаточно простой интерфейс, и можно использовать и работать с этим интерактивным приложением. Оно также облачное. Для того, чтобы зайти в это приложение, вам нужно набрать Miro.com, и вы попадаете в пространство, где вы можете создать белую доску, белую доску класса, и также пригласить всех своих детей для того, чтобы они стали полноценными участниками и попользовались. Может быть, создадим новую? Да, то есть здесь обратите внимание, что я просто вот как раз подгружала иконки, чтобы были видны. То есть есть некоторые шаблоны уже заготовлены, типа концептуальных карт, или в методологии Scrum, созданный урок, да, и так далее. Вы можете его уже использовать как заготовку, а можете начать с чистого листа и создать просто общую доску для работы, где все ученики будут работать. Нажимаем «Создать биодоску». У Miro в бесплатном аккаунте есть ограничения по количеству досок. До трех, по-моему. Да, ну, мне кажется, здесь приложение доска класса, оно нужно сиюминутно, чтобы что-то обсудить, что-то набросать, да, чтобы у всех визуально создалась одна и та же концепция, одно и то же представление. И уже после можно сохранить PDF или сохранить снимок экрана и уже предоставить доступ к этому документу для детей в таком варианте. Ну, как вы видите, тут обширная панель инструментов с левой стороны. Есть возможность добавлять различные шаблоны, текст, стикеры. Есть возможность добавлять фигуры. Ну, да, по-по-по-по-по. Те же шаблоны, какие были в начале, можно их выбрать, даже уже находясь внутри доски. Да, можно выбрать фигуры, настроить их цвет, размер и так далее. Они очень красиво выглядят, очень эстетично. И поэтому здесь рисовать схемы – одно удовольствие. фигуры все очень красивые, интересные, очень эстетичные. Мы можем выбрать цвет заливки, можем выбрать обводку, можем выбрать толщину линии обводки. То есть, ну, все стандартные настройки здесь, конечно же, присутствуют и мы можем использовать. Кроме этого, мы можем добавить еще одну фигуру, например, кружочек или прямогончик. И выбрав, например, стрелку соединяющую, мы можем от одной фигуры до другой провести эту стрелку, поставить, и она, видите, очень красиво налаживает связь между фигурами. При этом, если мы фигуру будем отодвигать, то наша стрелка, наша связь не порушится, не изменится, а будет двигаться. То есть, если мы делаем какие-то концептуальные карты, которые дополняются или масштабируются, то здесь очень удобно использовать именно такой способ связывания объекта. Также есть надписи, есть возможность добавить свои какие-то документы. Все это вы сможете посмотреть. Очень богатый функционал. Рекомендуем, если вы очень часто проводите проектную деятельность, может быть, обсуждаете с детьми какую-то концептуальную, например, модель будущей деятельности, вот это незаменимый инструмент. Еще один инструмент, который хотим показать, вот он здесь, я его открыла заранее, белая доска Microsoft. Это приложение вы можете скачать из магазина Microsoft, оно абсолютно бесплатное, и использовать белую доску Microsoft для тоже работы вместе с детьми. Вы можете зарегистрироваться для работы в этом приложении через свой аккаунт Microsoft, который уже у вас есть, и если вы используете компьютер на базе Windows, вау, если вы используете компьютер на базе Windows, то вы можете этот же аккаунт подключить сюда и использовать его. То есть здесь не нужен какой-то специальный корпоративный аккаунт или школьный, обычный, просто аккаунт Microsoft, который почти всегда создается вами, когда вы устанавливаете его. Соответственно, и ваши участники также могут сделать личный аккаунт или подключить свой личный аккаунт, который у них уже есть, и вы можете пригласить их по ссылке в белую доску и одновременно работать в одной доске. Это очень удобно. Соответственно, здесь очень много шаблонов. Безумное количество, как вы видите. Есть вот, да, очень классное задание. Две правды, одна ложь. Вы добавляете шаблон. Суть этого задания состоит в том, что каждый ребенок пишет о себе три факта. Два из них правдивые факты о человеке, а один факт, например, ложный. Остальные игроки, то есть все игроки вписывают факты. Остальные игроки после написания своих фактов должны будут выбрать значки из поля внизу на крестике или галочки. Галочка обозначает правдивый факт, крестик – ложный факт. И, соответственно, расставить у всех остальных участников данные крестики и галочки напротив, ну, в том стикере, который они считают правдивым и ложным. Вау. Так, играю, умею китайскую еду. Могу сразу китайскую еду поставить, зелененькую галочку. Здесь есть в реакции, кстати, есть разные варианты, да, то есть вот можно попросить детей выбрать реакцию, и чтобы каждый проголосовал, да, то есть как они считают, что вот это там правильное. Да, и еще, пожалуйста, галочку. Ну, пять языков не проверяла, как минимум два-три точно видела, так что думаю, что это правда. Ну, и остается скрипка, хотя... Чайно? Чайно. Мне кажется, надо уже... Нет. Вот, ну и, соответственно, все проголосовали, а потом уже можно пообсуждать это вместе с детьми, да, то есть где они угадали, где не угадали. Это хороший вариант для быстрого знакомства класса, например, да, или когда вы только собираете на кружок детей, то есть он такой больше игровой. Таких шаблонов, на самом деле, здесь достаточно много под разные темы, да, когда мы и обучение проводим, и когда мы планирование осуществляем, проекты, в рамках проектной деятельности нам это часто может потребоваться и так далее. Здесь действительно очень хорошие заготовленные такие идейки есть. Ну, и даже если вы не подключаете своих учеников к белой доске Microsoft, вы можете открыть на большом экране данный слайд и попросить детей просто по, не знаю, выйти, да, и проголосовать. Пожалуйста, тоже так и все будет доступно. Мне очень нравится то, что вот в обновленной, хотя предыдущие вещи мне нравилось больше в плане функционала, но в обновленной они хорошо поработали над иконками, то есть они такие миленькие стали. Очень симпатичные, с градиничками, колобочек такой настоящий. Да, да. Значит, что? Ну, мы кратко рассмотрели несколько приложений, которые связаны с взаимодействием учеников и можем перейти к следующему пулу упражнений, а именно, ну ладно, не будем начать презентацию, а именно создание интерактивной презентации. Для любой интерактивной презентации прежде всего нужно очень красивое оформление. Ну, то есть, конечно, для любой презентации нужно очень красиво, но для интерактивной, чтобы ученикам не прямо очень красивое, но просто бы хотелось, чтобы привыкли. Ну, просто очень красиво, оно сразу нас обязывает делать что-то шедевральное, это может немножко фрустрировать, да, я не умею очень красиво, да, но просто нужно помнить о том, что наши дети, да и мы с вами привыкли видеть уже по телевидению, вокруг, качественный, красивый контент. И наш глаз уже и мозг не воспринимает, если это вот, ну, как-то выглядит странно, да, несовременно. С теми 2000-х, или 90-х годов. Да, это просто будет хуже восприниматься, наш мозг не привык уже к этому. Это, ну, реальность. И все мы, в смысле, вот, учителя, да, педагоги, можем, имеем право на то, что мы не знаем, как создавать вот этот красивый контент. Это, ну, отдельный навык. Вид искусства, я бы сказала. Да, вид искусства, создание презентации для этого, дизайнеры есть профессиональные, но плюс в том, что есть классные ресурсы, да? Да, классные ресурсы есть, и они нам могут помочь для нашего быстрого старта. Взять за основу мы можем, например, какой-то шаблон презентации. И здесь Slides.go является таким интересным и очень качественным ресурсом, базой быстрых шаблонов. Причем, как вы видите, здесь среди вкладок есть вкладка образования, и по очень многим темам из обучающих, да, здесь есть различные шаблоны. Здесь рекомендуем сразу выбрать вариант бесплатный, да, то есть премиум тоже можно смотреть просто для вдохновения, но потом придется самостоятельно его повторять. А если выбрать здесь бесплатный, тут будут абсолютно свободные для скачивания варианты. Вы выбираете тот, который вам нравится, притом у некоторых можно менять сфотовое решение, то есть, например, оставлять его не синим, как вот он здесь, а там выбрать оранжевый цвет, например. И замечу, сверху появляется заметочка, да, что третья из 92 страниц. То есть здесь есть 92 варианта оформления слайда, которые вы можете взять, то есть это заголовки модулей, это разделение на две части и так далее. Вот вы посмотрели, который вам нравится, потом зашли скачать, да, можно, в принципе, выбрать любой из них и посмотреть его вот в развернутом варианте, здесь сразу быстрее видны все варианты использования. Что здесь есть еще классного, всегда, наверное, 92, это я зря выбрала, в конце есть всегда иконки, которые могут использовать. Есть, например, в вашем, ну, в изначальном варианте не выбрались те иконки, которые вам нужны, да, то есть или их вот здесь вот нет, вы можете из последнего слайда взять нужные вам иконочки, тоже очень удобно. Разный стиль оформления, легко просто скачали себе, запомнили своим содержимым, и у вас красивая презентация, качественно сделанная. Не из стандартных шаблонов PowerPoint, хотя они уже, конечно, сейчас чуть-чуть интереснее лучше, но тем не менее, мало. Их мало, да, они не такие разнообразные, здесь вы можете развивать. Отличный ресурс, нам очень нравится, можно скачать в Google презентации, можно скачать в PowerPoint варианте, и в Google Slides, в PowerPoint, даже вот есть какой-то edit online, наверное, можно как-то изменять на самом сайте. Но проще всего PowerPoint скачать. Или, например, в Google Slides, если вы планируете, что ваши дети будут совместно работать на этой презентации, то есть вы сохранили к себе в личный кабинет, дали ссылку для совместного редактирования, все ребята делают это тоже возможно. Почему нет? Да, кроме этого, мы можем использовать дополнительные облачные ресурсы для создания интерактивных опросов, презентаций и так далее. Один из таких ресурсов, АХА Slides, вот вы его сейчас, главную страницу видите на экране, здесь мы можем создавать интерактивные презентации, включать туда опросы, голосования, может быть, какие-то интерактивные действия для ваших слушателей. Для того, чтобы создать презентацию, нужно, конечно же, зарегистрироваться, благо сейчас почти во всех облачных сервисах регистрация происходит через Google или Microsoft, и наше не исключение. После этого вы попадаете на главную страницу вашего аккаунта и можете, например, импортировать презентацию, которая у вас есть и добавить к ней немного интерактивности, либо создать с нуля несколько заданий интерактивных и включить их в урок. Здесь есть ограничение на количество учеников, которые могут подключаться, до семьи, то есть он у нас хорошо подойдет, когда мы работаем с группами. Мы разделили класс на группу, у каждого есть устройство для работы, например, ноутбук или планшет, и подключаясь к вашему уроку ребята могут взаимодействовать. Я сказала, загрузили, и тут же можно, например, вставлять тесты, опросы сразу, вы видите, очень красиво все в форме на самом деле, то есть вы можете сразу посмотреть, как это будет выглядеть, то есть здесь есть вариант вопросов с выбором нескольких, ну, с одного, либо правильный, неправильный, либо как облако слов, либо это вариант, когда у вас также колесо вращается, либо это просто какой-то хак с содержимым и ссылками на него, тут же есть, ну, они разделены, квизы, парочки, расстановка порядка, то есть на самом деле довольно много разного типа вариантов проведения опроса. Ну, и в командной работе это очень хорошо сыграет, когда команда обсуждает ответ на вопрос, отвечает, мы все вместе можем посмотреть результаты их командной работы. Да, то есть вот здесь вы можете посмотреть, как это выглядит для учеников, то есть вот здесь поделиться с ними ссылкой, а когда ученики перешли по ссылочке, у них будет возможность отправлять элемент. Сейчас мы тоже быстренько очень покажем, потому что это удобная штука, можно приучить детей давать так свои реакции. Значит, когда вы переходите на АХА слайд, вам достаточно просто ввести вот этот же код, да, он на английском, либо при считывании QR-кода будет все напрямую. Здесь уже видны, ну, так как я открыла старую, то есть старая реакция здесь отображается. Вот мы вдвоем все такие присоединились, и, например, если я буду вот слать какие-то вот реакции, то учитель видит, что ребята вот так вот реагируют. Это очень классная тема для проведения вебинаров, когда вам нужно подключать ваших слушателей активно, да, но единственное, что, конечно, 2 на 7, это вот именно формат групповой в бесплатном варианте. Здесь мы загрузили свою презентацию, между ними, я не знаю, у нас там вставлены варианты опросов, что там были. возможно, возможно, нет, да. Оп. Так. Приятный. А, здесь вот есть варианты уже с опросами, да, то есть здесь, где мы могли проводить опросы и так далее. На самом деле, создается очень просто, у нас есть инструкция по созданию этого, мы также можем с вами и поделиться. Рекомендую. Вот. Переходим к следующему варианту. И здесь мы бы хотели рассказать о следующем блоке различных ресурсов. Это ресурсы для создания интерактивных шаблонов и игр. Помните, мы с вами на прошлом занятии разбирали функционал New Line Engage, и вы видели внутри функционала New Line Engage быстрые шаблоны, интересные интерактивные игры, которые мы можем быстро запустить. Learning Capitals работают именно по такому принципу. Вы можете загрузить туда свои данные, здесь достаточно много шаблонов игровых, которые можно использовать. Конечно, по сравнению с тем же New Line Engage оформление не такое эпичное, но это абсолютно на третий план уходит по сравнению с тем, какое количество библиотеки, какая огромная обширная библиотека у этого ресурса, какие возможности, что это приложение абсолютно бесплатно для каждого учителя. Да, здесь здорово то, что вот картинка, которую вы можете создавать с нуля, например, вы можете выбрать, ну, астрономия, да, то есть, когда у нас там луна уже мелькала, вы можете выбрать вариант, который вам понравился, то есть, вот здесь вот там сортировка, да, картины. Я открываю, могу посмотреть, какое это было задание, ой-ой, мне такое нравится, но картинка нужна другая. Я могу нажать здесь «Создать подобное упражнение», автоматически перейти в редактирование и поправить вот эту имеющуюся картинку. Библиотека очень обширная, я не знаю, где вот понять меня по математике, может быть, ну, смотря кому, ну, это да, задача на движение, я научу русский язык, да, но, кстати, вы видели, там вот на математику проваливаемся, у нас еще очень много тем, да, в которых вы можете работать. А, вот по МХК красивые были с картинами, да? Угу. Ну, я думаю, что наши зрители частенько используют данное приложение. Если у вас возникнут вопросы или вдруг вы пока еще не знакомы с ним, вы можете нам написать в ответ на нашу рассылку мы вам сможем рассказать или добавить подробную инструкцию, ну, просто, чтобы показать еще дополнительные ресурсы и сегодняшнюю нашу встречу. Ну, да, у нас последний остался еще один, то есть вот здесь вот, например, это парочки тоже игра, вот тут понятная механика, да, то есть нужно собирать пары, и здесь, если я нажимаю создать подобное упражнение, вот, тут я могу быстро либо картинку менять другую, либо текст, да, второй ставить, то, что картинки собирать, быстро настроить, либо удалить те, которые мы, например, сегодня проходили. Приложение просто мировое, на самом деле, мне очень нравится оно, и здорово, что мы можем использовать и на интерактивной панели данное приложение, например, зайдя через Android-часть, зарегистрировавшись и войдя через Android-часть сюда, на этот сайт, либо мы можем войти через компьютер, либо послать ссылку ребенку. И ссылка очень хороша тем, что на ней не будет вообще ничего лишнего, вот, если я нажимаю такую ссылочку создать, вы видите, упражнение вот без всего, там, никаких личных элементов нет, ребенок получает вот такую свою копию. То есть вы можете создать здесь упражнение, а потом поставлять ее там, где вам это необходимо. А если, по-моему, F11 нажать, да, на полный экран открыть, браузер? Да. Или вот это, на пульку, то открывается приложение вообще без лишних элементов, и вы можете им пользоваться. Да. Ну и такое, такого же типа упражнения, но с чуть-чуть более другими механиками, более современными механиками, потому что, безусловно, работа приложений требует, ну, то есть разработка приложений требует дополнительных финансовых ресурсов, и если оно бесплатное абсолютно, скорее всего, внимание, что будет меняться в течение лет, это такая проблема есть. И вот здесь у нас приложение, которое называется WordVlog, сейчас можно переключиться на русский язык, оно точно так же позволяет нам создавать интерактивные шаблоны, но эти интерактивные шаблоны, они просто чуть-чуть более веселые, да, то есть здесь вот есть поиск слов, чуть-чуть по-другому реализованы пары современно, да, и каждый из этих элементов вы можете также использовать и редактировать под себя. Ну, например, вот это нужно. Вот здесь вы можете посмотреть, какие были примеры сделаны другими, ну, например, здесь вот наша любимая, одна из для антипровогательных, это от другого преподавателя, то есть коллекция общая, и здесь такая же механика, то есть можно редактировать контент и поправить под себя, и вот у нас, значит, как вы видите, в таком стиле вестерна, вестерна, да, появляется дареть кротов, которые с двумя энтыквинные первые команды. Ну, в общем, я долго читала, но получилось. Есть и звуковое оформление, ну, то есть сделано довольно занимательно, очень рекомендуем посмотреть, такой формат вещевый. Ну, и последнее, мы говорили об упражнениях, которые у нас связаны с проведением тестов-опросов, значит, онлайн-тестпад, это приложение тоже российской разработки и абсолютно бесплатное, и на самом деле, ну, и такие, твои любимые, поэтому я тебе передаю предложения. Неужели предъявляю сказать? Да, онлайн-тестпад отличное приложение для создания тестов-опросов и даже интерактивных уроков. И не так давно, кроме тестов-опросов и интерактивных уроков, появилась система дистанционного обучения. Представляете, можно в системе дистанционного обучения создать свои уроки. Что здесь есть? Есть возможность зайти использовать разные тесты. Есть встроенная библиотека и также можно искать по направлениям, по темам и так далее. В каждом тесте вы можете настроить виды опросов, группировать их по функциям, вы можете давать ссылку ученикам и они могут проходить или даже респондентам. После небольшой регистрации вы сможете попасть в личный кабинет. Например, давайте нажмем «Тесты» для того, чтобы показать различные возможности. Здесь в тестах у нас есть возможность добавить новый тест и здесь добавить в этот тест новые вопросы и так далее. Добавим новый тест. Этот тест, во-первых, ему нужно какое-то название, а во-вторых, мы должны выбрать тип теста. Это может быть психологический тест, личностный тест и образовательный. Соответственно, если вы выбираете психологический или личностный тест, там есть дополнительные настройки по распознаванию ключа, то есть по подсчету баллов. А в образовательном тесте здесь чуть попроще, то, что нам нужно, когда все баллы суммируются за ответы и результативность прохождения теста зависит от суммы. В личном кабинете после включения теста есть возможность, как вы видите, копировать основную ссылку на этот тест и через сайт послать всем приглашения респондентам и они могут проходить. Кроме этого, вы можете сделать свой личный сайт, сделать виджет на сайте и добавить виджет для вашего сайта, который позволит избавиться от рекламы. Вот. Мы давайте перейдем к вопросам. Начальная страница, настройки начальной страницы не будем обсуждать. Я думаю, что здесь вы посмотрите, ознакомитесь самостоятельно. Интерес представляет количество вариантов вопросов. Вы посмотрите, сколько различных вариантов вы можете добавить. И одиночный выбор, и множественный выбор, и свободный ответ, и указать последовательность и так далее. Такая вариативность позволяет создать под любые цели и задачи тот самый тест, который интересен ученикам. Выберем что-нибудь. Может быть, одиночный выбор. Одинокий странник. Соответственно, здесь мы можем в редакторе вопросов все необходимые данные добавить. Сам вопрос, варианты ответов, ну, не будем добавлять, просто сам вопрос, ах, так же. Варианты ответов, как вы видите, можно добавить не только в текстовом значении, но и в виде изображения, если это необходимо, с формулами, там, например. Или, например, некоторые вопросы в других тестах, они у вас будут, ну, легкие, вы за них будете давать один балл, а за какой-то сложный вопрос будет давать больше баллов. Так тоже возможно. Да? То есть или наоборот, надеюсь, из-за того, какая у вас идея или задумка образовательная ставится. То есть на самом деле вот возможность настраивать, она очень здорово здесь продумана, как можно это делать. Да, соответственно, ну, есть дополнительные настройки, мы их тоже сейчас касаться не будем, сохраним. Все это можно посмотреть, подробнейшие инструкции есть у самой компании по поводу того, как этим пользоваться. Соответственно, во вкладке группы вопросов мы можем, добавив большое количество вопросов, добавить отдельно группу. Таким образом, мы можем создавать вариативность, то есть мы можем в первую группу добавить, например, вопросы с первого по десятый и перемешать вопросы. И из них случайно выбрать только, например, пять. Ну, у нас один вопрос, поэтому можем случайно выбрать только один. То есть из 50 вопросов в блок для респондента попадет только пять. Соответственно, каждый респондент, который будет открывать этот блок вопросов, каждый раз будет попадаться в новые пять. Они практически не пересекуются. Таким образом, мы создаем варианты. После того, как мы все создали, отправили респондентам, они прошли, мы можем посмотреть их результат. Соответственно, здесь у нас появляются настройки результата. Замечу, что мы в настройках выбрали образовательный тест и, соответственно, здесь у нас настройки именно для образовательного теста. Достаточно много настроек. Мы можем посмотреть в выставлении оценки. Здесь по умолчанию есть один, два, четыре, пять. Оценка, если вас не устраивает данный оценок, можем изменить и добавить, либо изменить соотношение в процентное соотношение с вариантами вопроса, либо мы можем вообще добавить, удалить эти четыре варианта и добавить совершенно свои варианты обратной связи. Вот тут как бы вам удобно. Ну и плюс после того, как все прошли, все заполнили тест, мы можем открыть статистику и здесь таблицы, нет, сводные данные, наверное, последний блок, да, здесь есть кнопочка сохранить в Excel, то есть когда все участники пройдут, нажимаем сохранить в Excel, он предлагает нам скачать и все результаты всех респондентов скачиваются в таблицу Excel, и дальше вы ее можете обрабатывать, с ней работать, ну и так далее, очень удобно. Есть вопросы, которые необходимо проверять вручную, тогда вот можно нажать кнопочку ручная проверка, несут ташборды, и здесь попадать все вопросы, которые нужно проверить самостоятельно, если это нужно, вполне можно. Ну, то есть это такой прям максимально общенный функционал по созданию и проведению тестов и опросов, которые вам могут потребоваться для работы, очень его рекомендуем, он абсолютно бесплатный, и проведение опросов мы еще хотели показать, у нас там, по-моему, один был отмечен на слайде, сейчас переключать все такие языки, значит, quizis.com наш сервис, последний сервис, здесь сейчас уже, так как они тоже очень активно развиваются, появился немножко платный функционал, но тем не менее бесплатной версии тоже можно пользоваться очень многим, ну да, то есть все, что в публичной библиотеке, оно будет у вас работать, также можно присоединяться через Google аккаунт, то есть если вы в одном месте создали аккаунт, он у вас автоматически ко всем всем сервисам, которые вы показывали до этого, подключается, что очень удобно, вот, и что здесь мне больше всего нравится в этой викторине, ну кроме того, что она такая игровая и веселая, что когда вы создаете викторину, ну например, там какая тема нас интересует? Планеты. Опять? Только у нас сегодня леет мотив такой красной линии планеты, солнечная система. Вот, здесь вы можете, например, вы нажали создать тест, и здесь вы выбираете вариант, да, что меня интересует какая-то конкретная тема, да, ну например, вот, и когда я нажимаю поиск, у меня вот здесь появляются все вопросы других преподавателей, которые создавали, я могу перейти в любой вариант и выбрать те вопросы, которые мне кажутся наиболее правильными, да, то есть вот этот, например, подходит для моей темы, этот подойдет, да, и так далее, или потом я переключаюсь в другой вопрос и точно так же вот выбираю те, которые мне нужны. То есть, на самом деле, тут здорово то, что можно не придумать вопрос, а набрать из тех, которые же были созданы. плюс вы можете естественно создавать здесь. Также вы можете настраивать внешний вид, то есть можно делать различные мемчики между переходами и так далее, но мы этим не будем сейчас заниматься. Обложку можно добавить. тут для того, чтобы сохранить опрос, задать его настройки, то есть ввести имя, выбрать класс, который будет использоваться, да, то есть физическое образование, искусство и так далее. Вот. Я сейчас думаю, что мы вернемся назад и просто возьмем уже готово, чтобы не настраивать. Это, на самом деле, да, все, что мы хотели вам сегодня показать. Вернемся к презентации. То есть мы посмотрели совместную работу, посмотрели, как создавать интерактивные презентации, где можно взять красивые шаблоны, как делать задания интерактивными. А, мы вот эти два сервиса забыли вам показать интерактивной рабочей стадии, то есть это возможность объединять шаблоны на закрепление с текстовым контентом. Тоже можете посмотреть простые бесплатные приложения, которые для вас доступны. Ну и возможность проведения тестирования опроса, которыми мы с вами сегодня закончили. Подводя итоги нашего сегодняшнего дара, мы хотели бы сказать, что, конечно, аппаратные средства, классные, технические, продуманные, которые есть у компании Нелайн, надежные в работе своей, которые будут много лет с вами, подтвержденные программным обеспечением для локального компьютера, то есть поработал без сети, какие-то обычные решения для того, чтобы организовывать совместную работу. Это все вместе может усиливаться только благодаря использованию современных технологий, которыми вы наверняка все владеете, да, то есть здесь мы только позволяем, помогаем обобщить какие-то знания, может, посмотреть, как может применять тот или иной инструмент. Но я надеюсь, что вот эти три вебинара, которые прошли, да, они дали вам некоторые новые идеи и мысли, как можно использовать интерактивные решения в своей работе, и что дальше это будет не только писать, рисовать, и выводить презентацию, но и что-то более вовлекающее детей. Надеемся на обратную связь, да, то есть пишите, если будут возникать какие-то вопросы, мы всегда рады. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова